МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей стране почти две тысячи граждан осуждены к пожизненному лишению свободы. Убийцы и насильники, террористы и бандиты содержатся сейчас в семи специальных колониях. Многих ждала смертная кайз, но в 90-х ее отменили, власти защитили общество от этих душегубов. До конца своих дней звери должны пробыть за решеткой. Но монстры не теряют надежды оказаться на воле. Кто из серийных убийц скоро может выйти на свободу? Что они будут делать? И что об этом думают родственники убитых ими людей? Мы взялись за это дело и провели свое расследование. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они убивали и насиловали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взрывали и грабили. На их счету тысячи загубленных жизней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это особо опасные преступники. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Им не место среди людей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Толстые бетонные стены и километры колючей проволоки отделяют нас сегодня от этих выродков. Они слышат только лай служебных псов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И лязг тюремных замков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Караульные с автоматами надежно охраняют колонии, в которых отбывают пожизненный срок душегубы. В нашей стране семь колоний, в которых содержат пожизненно осужденных. Семь страшных мест. Каждая из них уникальна по-своему. Корреспонденты нашей программы побывали во всех этих учреждениях. Некоторые из них имеют неофициальные названия. Это Вологодский пятак на острове Огненный. Черный дельфин в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Белый лебедь в Соликамске Пермского края. Полярная сова, что в поселке Харп, Ямала Ненецкого автономного округа. Черный Беркут. Это Свердловская область. Еще два спецучреждения расположены в Мордовии. Среди заключенных десятки персонажей наших прошлых программ. Бывший омский милиционер Геннадий Серебренников, убивший пятерых человек, сидит в Пермском крае, в Белом Лебеде. Он вместе с сыном отпиливал у своих жертв головы и кисти рук, чтобы криминалисты не опознали тела. Наша программа о расследовании преступлений Серебренниковых называлась «Отец и сын». КОНЕЦ ФИЛЬМЕНТОР ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сергей Помазун, белгородский стрелок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправивший на тот свет шестерых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И понесла стрельба. Я начал стрелять, он за машину гнулся. И все, прохожие хотели мне винтовку выхватить. И начал стрелять прохожий, пробивать себе дорогу к машине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Про поиски и задержание помазуна мы подготовили программу «Охота на зверя». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там же, в «Полярной сове», находится серийный убийца, маньяк из Москвы Александр Печушкин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На его счету 49 загубленных жизней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В соседней камере бывший начальник столичного отдела внутренних дел «Царицыно» Денис Евсюков. Так, внимание осужденные. Вопросы, жалобы, заявления по режиму содержания есть? Никак не, жаль. Никак не, жаль, жаль, заявление. К действиям сотрудника администрации есть претензии? Никак не, жаль. Никак не, жаль. Хорошо. На исходную. Нет, жаль. До свидания. В 2009 году высокопоставленный милиционер устроил кровавую бойню в московском супермаркете. Об этом и рассказывали в программе «Остров Евсюкова». По словам бывшего начальника ОВД «Царицыно», только здесь, в тюрьме, он наконец-то выспался. Вы знаете, я так просто выспался. Вы представляете? У меня все в камере блюшой, а я спал. «Остров Евсюкова» В Мордовской колонии до конца жизни будет сидеть главарь банды «Желтый Хризантем» Сергей Балихин. В Мордовской колонии до конца жизни будет сидеть главарь банды «Желтый Хризантем». Как отбывают срок участники наших программ, а также другие приговоренные? Чтобы узнать об этом, мы отправились в колонии для пожизненно осужденных. «Желтый Хризантем» «Желтый Хризантем» «Желтый Хризантем» «Желтый Хризантем» Вологодский пятак. Здесь сидит Артем Ануфриев. У него пожизненный срок. Этот человек один из самых молодых преступников России. Он стал персонажем нашей нашумевшей программы. Она вышла в 2011 году и называлась «Видео для закрытого показа». Зрители поразили зверство душегуба, его изворотливость и кровожадность. Артем Ануфриев вместе с приятелем Никитой Лыткиным орудовал в Иркутске. Убийцы жестоко издевались над своими жертвами. Отрезали им уши, выкалывали глаза. Кровавые пытки снимали на видеокамеру и наслаждались жуткими кадрами. Они любили смотреть, как жертвы мучились и истекали кровью. Волослый пускай. О, желание будет. Волослый пускай. Трогает. Ладно, чтобы приятел. Да нет, не трогай. Не трогайте вообще ничего. Снимай. Давай, давай, давай. Я не могу. Жди, снимай. Бяка. Что еще с ней сделать? Я не знаю. Может, не буду руку дорезать? Ухом удобно. Да, хорошо. Еще будет отрезать. Мало. Изуверов поймали и арестовали. Корреспонденты нашей программы тогда записали интервью с Ануфрием. Нас удивил цинизм, с которым подонок рассказывал, как убивал, мучил и глумился над телами. Так Артем выглядел в 2011 году. Я не маньяк. Вот я не маньяк. Я убийца, но не маньяк. Маньяки – это вот такие вот, которые вот там за стеной стоят, которые уши режут. Никита. Да. Здравствуйте. 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 Получив пожизненный срок, Ануфриев ничуть не изменился. Ни капли раскаяния. Принципиально не работает. Целыми днями смотрит телевизор. А убитые им женщины и дети не приходят в страшных снах. Да и некогда об этом думать. Артем пошел учиться заочно. Читает книги, готовится к экзаменам. Взгляд, как у волка. Кажется, выпустить его из клетки снова возьмется за старое. Вы работаете здесь? Нет. Почему? Не хотите? Потому что я учусь. А где вы учусь? В филиале. В филиале одного вуза. Это филология. То есть вам это неожиданно стало интересно? Потому что все-таки медицина и филология. Но у тебя очень да люди друг от друга. Ну, так что ж теперь? В общем, да. Я человек неограниченный. Субтитры создавал DimaTorzok Колония для пожизненно осужденных на острове Огненный старейшая в России. Сегодня здесь находятся почти две сотни убийц и насильников. Большая их часть – головорезы из 90-х. Когда-то они палили из автоматов и отправляли на тот свет конкурентов. Сегодня эти люди в черных робах совсем не похожи на лихих бандитов-беспредельщиков. Насужденный, встаем лицом к стене руки и застанем. Дружи на мельников, на выход. Выходим, встаем лицом к стене. Руки на стену, ноги на шине, плеч. Запрещенные вещи предназначены имеются? Нет. Станислав Мельников в 90-х жестоко убил несколько человек. О прошлом, говорит неохотно. Все больше о своей примерной жизни за колючей проволокой. Мол, все осознал, покаялся, начал ходить в церковь, женился. Это вот во время регистрации фотографировали. Это вот муниципамерик Михаил, тоже своей женой во время регистрации. Это моя жена. А жену как зовут? Лариса. Когда-то суд приговорил Мельникова к смертной казни. Убийца готовился отправиться на тот свет. Так я сидел в общей камере, когда приговорили к расстрелу, перевели в смертный коридор. Что это такое? Ну, шестой коридор, там отдельный, где содержатся осужденные, приговоренные на смертной казни. То есть это уже, ну так, русским словом, другая страна совершенно. Другие порядки, другие правила. Мельникову повезло. В России вели мораторий на смертную казнь. Государство фактически подарило ему жизнь. Убийцу отправили в Вологодский пятак. Так еще называют колонию на острове Огненный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оказаться на свободе – мечта каждого обитателя Вологодского пятака. Что их ждет на воле? Треть осужденных оказали за решеткой в самом начале 90-х годов. Кроме ножей, кастетов и автоматов с тех пор ничего в руки не брали. Обычные вещи, на которые мы сейчас не обращаем внимания, многим осужденным вообще неизвестны. Они не знают, что такое интернет, не держали в руках мобильного телефона и не видели банкомат. Вы помните, сколько стоил проезд на метро, когда вы последний раз в метро ехали? А что-то там копейки, помню, 5 копеек или 15 копеек. Я первый раз, когда в метро попал перед эскалатором, такой страх появился. Не знал, как на него встать. Здесь в 1973 году снимали эпизод знаменитого советского кинофильма «Калина Красная». А сейчас хор бывших рецидивистов исполнит вам задумчивую песню «Вечерний звон». Главный герой Егор Прокузин в исполнении Шукшина выходит на волю именно отсюда. КОНЕЦ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В марте 2004 года первый этап в количестве 17 человек. Мы как раз их здесь принимали. Это так называемые смертники? По жизни, да. Кому была заключена смертная казнь, по жизни заключение. А сколько обходится содержание пожизненного заключенного в месяц, там, я не знаю, в 9? В пределах полмиллиона обходится в год содержание одного сужденного. Здравствуйте. И жалоба тебе. Так, вот, значит, у меня два зуба, вот этих вот, последних. На одном кломбо стоит, на другом уголился. Вот, значит, болит он у меня. На содержание сидельцев Вологодского пятака государство тратит 100 миллионов рублей в год. И вряд ли осужденный Мельников задумывается о том, что за его обед расплачиваются родственники людей, которых он убил. Мельников очень любит себя. Не работает, ему можно читать книги, смотреть телевизор, один час в день гулять в тюремном дворе. Разрешено свидание с женой несколько раз в год. Все его думы о том, как оказаться на воле. Понимает, убийцу на свободе не будут опекать так, как в тюрьме. Там все надо делать своими руками. То есть, ну, тоже кусок хлеба надо добыть, правильно? Надо работать, чтобы иметь тоже кусок хлеба, обеспечить семью. Встает вопрос, после 25 лет отсидки, ты кому там нужен вообще? Вот в разговорах они все говорят, что они вот готовы идти. Когда начинаешь задавать им вопросы, куда, зачем, кто ждет, кто будет помогать, какая у вас работа, сколько раз вы уже, сколько времени уже не работали, осужденный на эти вопросы простые не может, не могут ответить. Я лично отношусь к этому крайне отрицательно. Поскольку пожизненное заключение – это не просто особо, а исключительная мера. Она назначается лишь тем лицам, кто действительно осужден за особо тяжкие преступления. Российский суд сегодня, как бы мы это ни критиковали, тем не менее, он все-таки достаточно гуманен. Если в советское время за убийство сотрудника милиции в обязательном порядке суд назначал высшую меру наказания и расстрел, то сегодня за убийство сотрудника полиции, за убийство сотрудника правоохранительных органов в большинстве случаев пожизненное заключение не назначается. Ну, если это только, конечно, уж не совсем какие-то из ряда вон выходящие обстоятельства. Наглядный пример, последнее событие, процесс по делу убийц, начальник Сызранского отдела внутренних дел, полковника Гошта. Однако из всех, кто принимал участие в этом злодеянии, я напомню, что погибла тогда вся семья начальника отдела полиции, его супруга, дети маленькие, шесть человек в общей сложности, только двое из этой банды приговорены к пожизненному заключению. Еще один обитатель колонии – сибиряк Михаил Бухаров. Рецидивист со стажем. Половину жизни провел за решеткой. По малолетке сбежал из дома, беспризорничал, воровал, угонял машины. Я с малолетки начал сидеть, 14 лет. Ну, как сказать, я из той категории людей, которым украл нас в тюрьму. Вот после малолетки я собирался в армию. Две недели не дотянул, мы уже начали просто отдыхать там, праздновать. Съездили к девушкам в Томск, все. Все в армию поехали, а я за угон сел, на год опять попал. В колонии Бухаров организовал музыкальную группу «Остров». Поет о маме и о воле. Артист тонкой душевной организации. Не надо себя обманывать. Михаил Бухаров не превратился в сентиментального шансонье. На его совести несколько загубленных жизней. Сначала убил отца невесты, пустился в бега. На одной из пьяных вечеринок устроил драку. Нанес молодому парню 43 ножевых ранения. Тот скончался. Бухаров снова сбежал. Колесил по сибирским городам. Томск, Кемерово, Новосибирск. Все новые и новые преступления. Наконец, Бухарова взяли. Приговорили к расстрелу. Но мораторий на смертную казнь спас и его. С тех пор прошло 25 лет. Сейчас Бухаров просит прощения у родственников убитых. Оксана, вот именно у вас я хочу попросить прощения за убийство вашего брата Вадима. Я понимаю, что я вам причинил то непоправимое горе, которое я ничем не могу изменить. И как-то компенсировать я не могу вам это. Просто прошу простите меня ради Бога. У охранников Вологодского пятака огнестрельного оружия нет. Только дубинки. Приговоренные очень опасны. Оружие положено только караульным на вышках. На дверях камер краткая характеристика каждого осужденного. Ноги на стену. Ноги на шуме. Пожизненно осужденным нечего терять. В любой момент они могут пойти на самые неожиданные поступки. Изготовить заточку, напасть на конвой, попытаться сбежать. Ноги за спину. Заходим. Поэтому охранники постоянно проводят специальные учения. Отрабатывают возможные сценарии в нештатных ситуациях. Вау! 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 Персонаж еще одной нашей программы Александр Бычков людоед из города Белинский Пензенской области. При обыске в доме Бычкова нашли личный дневник, в котором он описал 11 совершенных им убийств. На допросах Бычков признался, что вырезал у жертв внутренние органы сердце и печень, употреблял их в пищу. В 2012 году мы записали шокирующее интервью с извращенцем. Он рассказал, что по его теории он должен был превратиться в чудовище из американского фильма «Хищник». Программа называлась «Дневник людоеда» и вызвала большой резонанс. Вову остановиться. Думаю, даже в петлю немножко залезть. Но все-таки не решался как-то. А самому в милицию идти, ну, сами поймите, лучше бы они домой ко мне поишли бы и забрали бы из дома. Я бы сопротивление оказал. Я иногда некоторые моменты были, что после убийства я сидел и ждал дома, когда за мной поедут. Но самому такти духу не хватало все-таки. осуждение бычков. Приводим форму одежды поездок, готовимся к выходу на прогулку. Ходил справа, движет лицом к стене. Запрещенные вещи, предметы для себя имеются. Никак нет, гражданин, ничего. Бычков получил пожизненный срок. Сидит в Вологодском пятаке. Перед нашей телекамерой разыграл настоящий спектакль. Он цинично рассказывает о своей нынешней жизни. Книжку читаю, письма пишу. То есть ты познакомился с девушкой в Америке? Ну да. Она тебе прислала фотографию? Ну, есть, да. Красивая? Нормально. Телевизор есть. Когда фильмы посмотрим, когда по выходным DVD включают. Да, включают по выходным. И что за кино? Какие фильмы? Ну, всякие, исторические есть. И фэнтези. С пентези сидишь в камере? Ну, сидим с таким пожизненниками, как и я. пожизненно осужденными. Втроем сидим. Ну, тоже они работают на промзоне. О чем разговариваете? Ну, всяком. А на воле какие сейчас новости? Там, что, жить-то лучше стало или сложнее? через 20 лет душегубы Артем Ануфриев и Александр Бычков наверняка будут просить суд об условно-досрочном освобождении. Закон это разрешает. Не исключено, что они выйдут на свободу. В каком году у тебя 25 лет? Так, меня закрыли в 12-м году. В 37-м получается. Ты получил по заслугам? Ну, да. Можно и так сказать. мне, конечно, сожалею о том, что случилось. Но сделать-то ничего не смогу уже изменить. мы рассказали только о четырех обитателях Вологодского пятака. Они, как и остальные осужденные, мечтают оказаться на свободе. Закон это разрешает. Решение о выходе на свободу пожизненно осужденного принимает судья. В прошлом году 16 сиельцев с острова Огненный подали прошение Белозерские районы суд, посчитав, что они отбыли свое наказание и искупили вину. Все прошения приговоренных были отклонены судьей Николаем Тарасовым. Суд должен быть уверен в том, что осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. При рассмотрении ходатайства у меня лично по тем делам, которые я рассматривал ни разу такой уверенности не возникло. Поэтому осужденные получили отказ. Были прецеденты, когда мы рассматривали ходатайство и удовлетворяли ходатайство обусловно досрочном освобождении лиц, которые на строгом режиме у нас содержатся в нашем... Длительное наказание. Да, длительное наказание. И, выйдя на свободу, они вновь в короткий промежуток времени совершали новое преступление. Это новые жертвы, новые потерпевшие. терпевшие. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А! 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 Оренбургская область на границе с Казахстаном в городе Соль-Илецке находится самая большая в России колония для пожизненно осужденных – черный дельфин. Товарищ майор, за время несения службы на первом кроссе происшествие допущено. Корпус содержит 293 осужденного ПЛС. На профчёте состоится 104 осужденных. Клонов побег 47. Старший корпус 47. Здравия желаю. Продолжение следует. Продолжение следует. Здесь самые суровые условия содержания. В камерах по два или четыре человека. Есть преступники, которых содержат в одиночках. Приговорённые находятся под постоянным видеонаблюдением. Спят при включённом свете. При выходе из камеры за ними следует усиленный конвой с собакой. Продолжение следует. Жалоб вопросов заявлений к администрации нет. Убийца Владимир Жуков – один из бывших смертников. Его приговорили к расстрелу в Ленинграде ещё в 90-м году. Только вот о совершённом преступлении вспоминать не хочет. Четверть века назад Жуков изнасиловал и убил свою шестимесячную дочь. Четверть века. Четверть века. Четверть века. Да, убил ее. Я не скрываю этого. Зачем? Ну не знаю. Ну не знаю я. Я не нахожу ответа, зачем я ее убил. Вот и всё. До сих пор я не ответил на это самому себе. Я не знаю. К Жукову хотели применить высшую меру наказания. Спас мораторий на смертную казнь. Служи. Едем я. Я однозначно думал, что меня расстреляют, понимаете? Здесь привезли в тюрьму кресты так называемые. Там не специальный блок смертников, там содержался. И в блоке смертников вы пробыли? Три года ровно. День в день три года. Понятно. Как вы узнали, что вам заменили наказание? Ну, как пришли, вывели на беседу по заместителю начальника по режимной части. Там мы объявили, зачитали помилование Ельцина. Дали расписаться, бумагу прочитать. За решетку Владимир Жуков провел 27 лет. С приговором полностью согласен. Слушайте, а вот ваше отношение к смертной казни? Мое. Вопрос такой, знаете. Жизнь-то все-таки лучше. Жизнь-то лучше, естественно. Просто не готов к смерти. Вы считаете, как вы заслуживали смерти? Ну да, приговор справедливый был вообще. Я жизнь отнял. Достаточно, скажем так. В колонии, осужденной к пожизненному лишению свободы, научился хорошо работать. В глубине души надеется на условно досрочное освобождение. Знаете, когда вот смотришь на этих людей, как Жуков, у грешного дела он думает, что, наверное, смертная казнь-то нужна. Или это неправильно? Ну, я думаю, здесь с вами можно согласиться. Жуков не единственный осужденный нашей колонии. Читая личное дело и разговаривая с кем, тоже как бы появляется такая мысль. Есть в России другое мнение относительно смертной казни. Это хорошо, что у нас мораторий на смертную казнь. Поверьте мне, если в отношении человека, который совершил преступление, тяжкое, особо тяжкое преступление, имеются доказательства, пусть он всю жизнь отбывает наказание. Пусть он там остается своей совестью один на один. И думать, что он сотворил. А просто его взять и лишить жизни, мы ментально будем наших граждан настраивать совершенно на другое настроение. Не поможет снизить преступность, не поможет снизить убийство. И никогда этого не будет. Обитатели черного дельфина – люди самые разные. Всех их объединяет одно – чудовищные преступления, которые они совершили на воле. Сейчас у них жизнь по строгому графику. Малейшее отклонение жестко наказывается. Удержать такую массу, понимаете, осужденных, нужно только дисциплиной. И поэтому существуют и мероприятия воспитательного характера. Например, они должны понимать, что от них требуется. В том числе проводятся религиозные мероприятия, например, по радиоузлу лекции, по социально-правым вопросам, по соблюдению требований действующего законодательства. Осужденные не задумывались изготовить запрещенные предметы. Вот жилая камера. На каждой камере. Да, на каждой камере двери камеры такой планшет имеется, где имеется данные, фамилии, имя, отчество осужденных, краткая характеристика осужденного и фотография. Также оборудуется дверь у нас такой дверцей. Куда раздается пища и принимается корреспонденция все остальное запорное устройство. Здесь у нас вторая дверь несплошного заполнения, отсекающая решетка отсекает от входа. Дверь еще одна вот отсекающая решетка несплошного заполнения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Равнись! Смирно! Драд, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Дисциплина в черном дельфине железная. Никаких послаблений. Не только для осужденных, но и для персонала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищ майор, за время несения службы в происшествии не допущено. На постах содержится 96 осужденных пожилых в жизни свободы. Из них 40 склонны к побегу. Дежурный поста номер 6, старший жадокин. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идем в производственную зону. Почти все осужденные хотят трудиться. Во-первых, так время проходит быстрее. А во-вторых, это возможность получить деньги. В черном дельфине трудоустроено более половины приговоренных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работают старательно. У каждого свой участок. Одни краят, другие шьют, третие убирают мусор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот и готовая продукция. Одежда для сотрудников СИН. Сегодня получили новый заказ. Форма почтальона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите, а вы не боитесь, что здесь несколько десятков убийц, у которых в руках ножи, ножницы острые? Это не опасно? На сегодняшний день прецедентных случаев не было, чтобы данная категория осужденных использовала их в каких-то корыстных целях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рабочая смена завершена. Осужденных разводят по камерам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По нашим данным, содержание одного осужденного по жизни на решение свободы в месяц обходится до приблизительно 19 тысяч рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Умножим эту цифру на количество осужденных. В черном дельфине их 747. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Колония обходится к государству примерно в 170 миллионов рублей в год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дежурный принимай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любой осужденный к пожизненному лишению свободы может надеяться на условно-досрочное освобождение. Просьбу можно подать, если после приговора прошло 25 лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр Трушкин, бывший начальник московского уголовного розыска, имеет прямое отношение к разгрому Ореховской ОПГ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полковник уверен, жалеть преступников нельзя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лица, которые намеренно совершали убийство, и тем более не одно, и тем более в составе организованных групп и так далее, и вся их деятельность была нацелена на убийство людей, на мой взгляд, не заслуживают каких-либо снисхождений после того, как провелось следствие, и произошел суд, который принял и назначил такую меру наказания. В этом всем деле забывают о судьбе потерпевших, чьи родственники погибли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дежурный на выход по воду набрал их снижение. За все время существования нашей программы родственники убитых людей много раз говорили о том, что предпочли бы для преступника смертную кайсть вместо пожизненного наказания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расстрелять надо было, сволочь, так он. Такого сына решила его от меня, я не сын имел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я бы лучше отдал его родственникам, этих убитых. Или расстрелял, черт понимать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для этого изувера должно быть только одно оказание, смертная казнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стрелять их как бешеных собак надо, таких людей. Хотя их даже людьми-то нельзя назвать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его нужно казнить, расстреливать. Такие люди не должны жить на земле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настоятель Белозерской церкви Успения Божией Матери, отец Александр, частый гость в колонии. Убийцы и насильники только здесь вспоминают о душе и о Боге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди крестятся снова, новые прибывают, интерес проявляют. И тем самым, в общем-то, у нас никак не уменьшается количество стремящейся к православию там. До этого, естественно, в таких условиях человек задумывается о том, что, собственно, является основой или главной целью жизни. Здесь встречались такие люди, которые радуются, что им отменили смертную казнь. И даже вот этот день, когда отменили смертную казнь, отмечают как день рождения, второй день рождения. То есть они были обречены, а раз и остались живы. Вторая часть людей, но их меньше гораздо, которые говорят, что лучше бы расстреляли, чем так мучиться. Вот поэтому здесь такое, у них тоже двоякое отношение к этому делу. Вот, ну, я не знаю, вот у них все-таки есть возможность покаяться, вот когда у них пожинено заключение. Поэтому тут есть смысл, наверное, вот так вот и все-таки продлить себе жизнь и покаяться. Так и живут в России приговоренные к высшей мере наказания. Между небом и землей, между расстрелом и пожизненным сроком. На воле их ждут близкие. И только родные убитых ими людей хотят, чтобы они никогда не вышли на свободу. Так и вертикало, земля. ВЫСТРЕЛЫ 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 Такой мы увидели жизнь людей, приговоренных к пожизненному лишению свободы. До встречи на телеканале Россия 24.